Продолжение следует... Вот тот самый, Гататуллин Булат, он сказал фип относительно этих ребят. И мы тоже будем помнить вечно. Все, весь мир сгорит, все. Останется только мой компьютер маленький, они его откроют, а там смотрят файлы. Как мы не поехали в Стамбул? Они будут обсуждать, знаешь, соберут конференцию о том, как предыдущее человечество жило, и вот по фильмам о том, как высказался один человек фи своей, другим будут судить. И главное заметить, я умру, но вот эта фи в интернете останется. Она будет постоянно клеймонг. Она будет вечным, клеймонг. Женя, опять же, Борисов. Пожалуйста, не вернулся. Ну он не виноват. Нет, ну что, все не виноваты. Ну что? Значит, разговор следующий. Собирались мы 8 мая, сегодняшнее число, сегодня 6 мая. 8 мая, 8 мая, 8 мая, 8 мая, 17 мая съездит Стамбул в порядке, так сказать, наших ежегодных туристических... Весенних и исследовательских проектов. Да, исследовательских проектов, связанных, это можно сказать, продолжение нашего семинара, и вообще продолжение нашего переживания, этого бытия, всякого зазора. Но преследует это путешествие многочисленной неудачей. Самое интересное начинается с... надо рассказывать все это с самого начала. Как это случилось все? Давай быстрее, а? С самого начала ты родился, я родился. Давай с самого начала не будем. Он без... Пир родился. У нас есть общий товарищ. А что будет на Первую мировую войну? У нас был общий товарищ. Точнее, почему я говорю быв? Потому что он и так исчез с концами, что до сих пор он может чиститься без... Он предложил съездить в Стамбул. И получилось так, что набралось 4 человека, я оказался лишним. Женина была идея? Да, Женина, у меня Женина Борисовна была идея. Идея была до нормы, Стамбул собирается. Женя об этом знал и оследил дешевые билеты. Да, дешевые билеты оследил. Сказал, давай сейчас купим, через полгода поймем. Самое интересное, у меня не было сграничного паспорта, они купили 4 билета замечательно. Женя мне позвонил и сказал, что ты была тут, не едешь, потому что 4 человека это оптимальная компания, две комнаты и машины, это полный экипаж, и ты не едешь. Окей, я не еду, все, можешь, Женя, не переживай. Потом вдруг что-то случилось, как выясняется, Игель, видимо, настоял на том, что надо вроде как уважиться. Все-таки коллектив, мы постоянно в одном и том составе везде ездим. И как бы мне Женя не звонить, но можно, видимо, купить и без паспорта. Да, у меня паспорта как раз на тот момент не было сграничной. Он мне билет покупает, я Женю благодарю, все нормально. И мы типа ждем каких-то событий, которые случатся в будущем. И вот Женя улетает в Таиланд, там пропадает, как бы вместе с деньгами, которые он занял у Игоря, вместе с, ну там, с билетами, да не билетами, с документами, да? Но это не важно, важно то, что у кого на билет электроны, можно было поехать. Как раз, получается, было 5 человек, один как бы был лишний, он как бы самоустранился, 4 человека, полный экипаж, и мы едем. Для истории, так сказать, запомнятся твои слова, это уж точно. В смысле? Ну так, человек погиб, вообще это не важно, конечно. А погиб он ли? Он просто пропал без вести. Что такое пропасть без вести, по-твоему? 4 месяца нет уже. Можно уехать куда-нибудь и заболеть, можно попасть в рапс. Это абсолютно не верно, ну разве что в рапс, но это и то, наверное. Нет, ну подожди, на самом деле были случаи, ну правда, это, конечно, во время войны, что люди через 10 лет переходили после войны. Ну да, но сейчас как-то... А знаешь, как это случалось? По голове ударили, у него память отшибла полностью. Ну знаешь, что он ходит в Таиланде, он их отшибла. Ну а кто его знает? Хотя, с другой стороны, он похож на русского, его могли бы давно... Конечно, давным намного там приехать. Да, в наше время-то, конечно, сложно быть совершенно отшибленным, мы без памяти где-то ходим. Ну не важно, давайте как бы действительно это... Ну как бы, в общем исчез, пропал без вести наш товарищ, осталось нас четверо, и в общем полный коллектив, вроде все нормально, и вот буквально за сколько? Наверное... За две недели. За две недели до поездки, когда все уже начали готовиться, я уже в полу... Все уже заканчивали готовиться. Да, некоторые заканчивали готовиться, как Стас. Стас изучал турецкий язык, и там он достаточно плотно, вплоть до того, что там... Ты в будущее время тоже изучал, да, Гогул? Нет, пять времен изучал. О, ты же пять времен. Нет, у него больше. Он до фига, да? Ну, то есть, когда... Стас там много что изучил на турецком, а я только начал изучать, но тоже там в итоге две недели изучал, уже слушал там МБ3 и там всякие файлы, там повторял, ходил и в наушниках ходил, там... И когда все, и когда я уже просто уже себя видел буквально в Стамбуле, как я там какого-нибудь спрашивал, там, как-то пройти туда-туда... Это... Ну, блин, ну, блин, ну давай без этого. Ну, ты иди по сути ближе, там. Сейчас ты будешь еще по Стамбулу что-то рассказывать, там. И по сути ближе. И вдруг возникает оказия, что у Игоря якого болят ноги. Ну... Сейчас, как выясняется, у него вроде есть оправдательная причина, связанная с тем, что как бы может быть у него не плоскостопие. Но! У него эти ноги болели еще год назад, когда мы ездили по Золотому Кольцу. Он это знал. Он за... Мы билеты покупали за полгода до поездки. Вот мы за эти полгода, как нормальный человек, любой, мог бы это все вылечить, там. В больницу лечь, там, куда-нибудь. Все это... Выяснить вопрос. И заранее все это предупредить. И вот вы... Сказать об этом в последние две недели, это был не просто фрус-можур. Это был кидалаба. Просто кинул друзей. И это говорит человек, которому мы собираемся ехать на Соловки месяц. Он каждый день ехал через три недели, через пять и так месяц. И потом мы не поехали. В результате у меня племянник, который поездку на Соловки этим летом ждал таким образом, туда не поехал. Кинул твоего племянника. Я кинул. Ты? Мы же тебя ждали. Мы же не договорились с этим. Мы ждали тебя. Ты говорил, через столько-то я не могу там, я своим хатчиком занимаюсь. И месяц это длилось. Это не то, чтобы за две недели бы ты сказал, что я никуда не поеду. Ты же откладывал это постоянно, приносил на несколько дней. То на пять, то на неделю. Тебя ждали. И в конец там стало на свадьбу пора ехать. Но все-таки разница есть. Ну в чем разница-то? Разница стоит то, что на Стамбул мы билеты купили, и это все-таки поездка... Так тебе никто не мешал ехать туда. Куда? На Стамбул. Ладно, рассказывай другую историю. Хорошо. У Игоря случился форс-мажор. Просто ты разницу видишь, что это за тебя. Ты взрослый человек, где ты можешь? Я согласен. А так, ты бы честно сказал, мы, может быть, двоем уехали на эти свадьбу. Я согласен. А ты тянул и тянул, тянул и тянул. Нет, я не прав. И все говорил, что хатчик, 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 хатчик. Я согласен, я не прав. Ты между визитами, между хатчиками на пять дней все собирались. Ну, погибли бы ездить. А ты месяц тянул со всем этим делом. Вот так и племянник мой. Ему знаешь, как на ставке хотелось? Ну, это правда. Здесь есть, конечно, аналогия. Согласен. Ну, ладно. В общем, тебя отсеяли и осталось три человека. Тем не менее, мы на заседании, так сказать, уже коллектива не из пяти, а уже из трех, да, побывающих. Из трех мы уже тоже решили, все равно едем. В итоге, Стас, почему ты едешь? Под камеру объясни. Почему ты не поехал? Объясняю. В интернете? Конечно, нет. Я не буду еще объяснить. Все, идем, что ли? Ну, значит, это... Ну, это же честно. Ну, это же честно. А почему я не буду в интернете? Кто не будет это смотреть? Это просто останется фантом хаммами, которые хотят выяснить, почему коллектив не поехал с тобой. Наши там фантомы ходят, то есть, по вернее, будут ходить с 8 мая. Мы, кстати, купили, между прочим, успели купить, когда мы травим остались, успели купить штрафовки. Я купил кучу литературы на 3 тысячи. Это нормально. Я купил рюкзак, купил тысячу долларов, обменял. То есть, ты фактически пережил? Да. Я уже фактически был там. Так теперь... Не, подожди. Вот про переживание. Из-за того, что мы создали и Грегор, этот и Грегор все равно поедет. Ну, восьмого никуда. Он поедет. Он будет там фантом на 8 мая. Что ты придумываешь сказки? Да я смеюсь. Никакого времени мы не создали и... Я смеюсь. Я смеюсь. Просто я смеюсь. Ну, непонятно, что он создает. Просто сам факт состоит, что самое обидное всегда состоит в том, что когда ты уже переместился... Ну, что такое путешествие, которое ты ожидаешь? А в Крым почему мы оказались там на майских праздниках? Потому что ты не мог сделать базу месяц. Собирались ехать 22 марта тогда. Это и плохо 22 марта. Ну, правильно. Плохо. В результате получилось лучше, чем планировали. Ну, а что ты? Чем планировали. Здесь точно так же. Знаешь, что в Израиле... Понимаешь? Мы же из реалистов объявили уже. Знаешь, могу тебе? Могу тебе и могу тебе следующее сказать. Война будет, что ли? Ну, с Ираном, да. Собираюсь воевать сегодня просто. Ладно. Давай к слову. Единственное, что ты... Мы все равно ошибку-то исправили. Допустим, мы откладывали карту. Ну, поехали. Если бы мы сейчас, допустим, ошибку бы исправили... Ты исправил, купи себе этот билет и поезжай. Еще раз говорю, что это, конечно, можно. Я ходить не могу. Но это все равно другая история. Это другая история. Я объективно не могу ходить. Я понимаю. Форс-мажор случился, хорошо. Если у тебя не плоскостопие действительно, а что-то более сложное, то это оправдывает. А если у тебя плоскостопие, это тебя никак не оправдывает. Ну, чего? У половины населения земли плоскостопие. Либо по старости, либо просто... У меня не было плоскостопие, а тут плоскостопие. Ну, и что? Купил бы стенки или обувь специальную и поехал бы. Что? Мы предлагали сосаться тебе на машине курсировать. Да. Или купить тачку... Какова цель? Тебе купить тачку инвалидную и возить тебя как инвалидно. Цель какова? Обсуждение. Цель, чтобы увекомечить претензию. Чтобы он не поехал. Чтобы люди смотрели и говорили... Фи. Вот так вот. А теперь как бы я хочу просто объяснить внутренние причины, почему они реально поехали. Потому что друг Игорь однажды ночью проснулся в холодном поту и понял, что за границей это все-таки не местная вещь. Там надо знать язык. Что могут его там взять за полку. В рабство. Да, в рабство. Протерять какие-то дырки. Что Борисов исчез не зря. Понимаешь? Он как бы взял и канул в лето, непонятно, за границей. Он тоже нахожу в канул. И он начал искать причины. Понимаешь? Если ты не хочешь ехать, то всегда легко найти причину. Ног болит там, спина болит там, еще что-нибудь. То есть Игорь искал причину и в итоге как бы нашел. Но причину надо было найти такой, чтобы друзья были не так обитые, как форс-мажор. Вот у меня ноги больные. Вы взрослые люди. Подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Я понимаю. Точно так же и про салки могу сказать. Вы взрослые люди. В том-то и дело. Ты понимаешь? Я понимаю. Если бы за две недели ты сказал, что ты никуда не поедешь. А ты же на три дня на четыре переносил. Ладно. Хорошо. Про саловки я согласен. Я был не прав. Просто теперь ситуация следующая. Осталось нас трое. Игорь отсеялся почему? Ну испугался. Обкакался. Он очень проснулся по поту. И почувствовал, что ехать за границей не может. Потому что может там остаться. Понимаешь? И все. И остаться он или его тело. Тело его может остаться. Не, ну была у вас какие-то. И тогда осталось трое. Смелых ребят. Правда я колебался. Потому что там тоже как-то стрёмно ехать. Во-первых, у меня была проблема состоящая в том, что из-за того, что Игорь отсеялся. И, ну, Борисова мы уже не считаем. Как бы. Получается, мне надо было больше платить. Потому что... Хорошо. Я скажу. Да, действительно. Я не поехал. Потому что я понял, что я не смогу выдержать, так сказать, постоянный диалог. Потому что... Ну, а когда мы четверо ездим в диалог, что же? Ну, там я могу по своему желанию включиться, по своему желанию выключиться. Из этого диалога. А когда мы троим с Игорем ездим? Вот Игорь меня... Я скажу. Игорь, не нужно постоянно говорить. Ну, все-таки я урод просто. Да. Ты не урод. Это претензия такая, что вот Влад урод, как бы... Это не претензия, нормально. Ну, это нормальная претензия еще. Каждому человеку есть свои недостатки. И у меня, у всех, и у Игоря, и у тебя. Ну, вот. Ну, как бы тут, как бы, сложилось, как бы, что называется... Сложились... Сложились такие особенности, которые, так сказать, ну, не позволили, допустим, мне. Не, ну, фактически, просто я, например, понял так, что ты просто, действительно, вот, с Игорем ты ездил, и как бы, Игорь, нормальный человек, а я, как бы, просто уродец. Самой даже поехать нельзя, понимаешь? Влад, то, что ты так понял, это, как бы, уже твои, то сказать, село. Нет, 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 нет. Дело в том, что мне это Игорь на это указал. Игорь мне сказал, он со мной ездил, потому что, как бы, так, он про себя потом нормально. А вот с тобой он не едет, и, как бы, иди, иди, иди. Во-первых, во-первых... Игорь, вот, указал на то, что... Во-вторых, мы с Игорем ездили на очень короткое время, то есть, ну, вот... Ну, не было. Нет. Опять не было, Сидор, всего лишь. Ну... Стамбуле был банк. Не, ну, честная причина, говори, Стас, это... Я тебе сказал честную причину. Не, ну, может быть, это я, потому что раздражаюсь, я же тебе обещал. Я не буду раздражаться. Почему, Влад? Ну, создай программу. Свои планы будут... Не в твоём раздражении, ты мог бы быть, совершенно, как бы, так сказать, в нормальном расположении духа. Но я говорю, я не могу долго... Выяснилось, когда вы в машине ехали, что ли, с тобой? Ну, Влад, я... Это не, конечно... Это просто машина была, как бы, последним аргументом, потому что, ну, как тебе сказать... Я сомневался сам. Я сомневался, думал, колебался. Потому что мне очень хотелось поехать. Нет, совместимость, конечно, когда у людей, как бы... Психологически, совместимость людей, это, как бы, реально проблема. Ну, да. То есть, когда мы с Игорем, он совместим со мной, а когда мы без Игоря, он уже не существует. Почему? Завросто, может быть... Нет, на некотором отношении, на самом деле, мне даже не важно... Вот, я могу просто рассказать свою ситуацию. Мне было не важно, что ты сразу не едешь. Я просто обиделся, что такое действительно впечатление, что как будто просто... Я уже настолько урод! Ну, не в этом, ты понимаешь? Словно говоря, вот так, как я люблю говорить, что, так сказать, свойства целого не сводятся к сумме свойств частей, как говорится. Могут два абсолютно, как бы, хорошего человека, так сказать, но вот вместе, вот им сложно, понимаешь? Ну, все-таки, все-таки я могу... Все-таки могу. То есть, какие-то определенные дела делать вместе, им сложно, понимаешь? Ну... Хотя, подейся, и могут совершенно нормальные люди. Ну, ладно, короче, когда отсеялся Стас, я это почувствовал, скажем, мне было неприятно, по разной причине. Но я, в конце концов, подумал, ну, назло поеду один. Остался я один, как бы я думал, в этой сутки думал, ехать, не ехать. Мяу-ни, мама, у меня боевая женщина, она сразу сказала, что надо ехать. Ребята все сказали в этом офисе, что надо ехать. Один только я колебался, колебался. И дело уже было не в дороговизме. Я уже только подумал, что пытался понять причины, по которым я должен поехать. Потому что мне одному, на самом деле, если честно, было уже не интересно ехать и скучно. Ну и, в конце концов, надо будет преодолевать трудности. Ради чего? Ради того, чтобы посмотреть какие-то достопримечательности. Ну, это имеет свойственность. Может быть, это было бы и оправданно поехать. Но я всегда, если, когда один нахожусь, я, на самом деле, впадаю в некого рода… Логика. Не, не логика, я впадаю… Ну, я, если мне трудно схожу с людьми, я впадаю в некого рода, как это называется, там… Не ступор, а как это… Тоску такую впадаю. И, как бы, у меня становится все все равно, как бы там. То есть, я бы, если честно говоря, если бы поехал один, я бы там сидел в гостинице и занимался в философии. То есть, в общем, был бы идеальный бог. И поэтому я подумал, что одному ехать, ну, просто неправильно во всех случаях. Ну, были случаи, бессмысленно. И плюс, конечно же, сыграло еще тот момент, что первый раз за границу ехали, ну, немножко было стрёмно, да, страшно. Ну, хоть черт уже, может там, действительно, каждый человек на меня набрасывается там и начинает терзать. Может, Игорь Прав, может, недаром там Борисов, там, схоронился там, черт знает, может, там висит древние люди, я не знаю. Ну, в общем, как бы, если честно говоря, есть понятие безопасности, и, как бы, безопасность требует, чтобы везде было двое, хотя бы. Почему? Ну, потому что есть такое понятие подстраховка. Когда мы находимся в состоянии врага, как бы, когда мы находимся в состоянии чужих, да, нужно иметь возможность, как бы, как бы, другому человеку что-нибудь там передать, там, как бы, поддержать, подстраховать. Даже зайти в туалет, для того, чтобы зайти в туалет, кому-то вещи. Прикрыть спину. Вещи, да. Ну, мне это не смешно, на самом деле. Прикрыть спину. Даже и потом еще такая вещь есть, на самом деле, что одного человека можно обмануть, одного может человека легко побить, одного человека легко грабить. А два человека, там, не всякие решиться, да, не всякие. То есть, это уже, чтобы, если грабить, это уже на компанию. Два человека, это уже сила. Ну, ты уже себе ищешь оправдание. Нет. Ну, да, я ищу себе оправдание. Ну, в каком-то смысле, мама мне сразу сказала, что просто испугался. И что еще, ты говоришь, за мужчина такой, взрослый человек, который боится съесть куда-то шампунь. Что же прямого ездила одна? Ребята сказали, что я испугался, как бы, в общем. Ну, все, в общем, поняли, что... Я, как бы, соглашаюсь, наверное, что я испугался, и в этом есть большая доля правды. Ну, нет, потому что, скорее всего, ты увидел бессмысленность этой поездки. Ну, в суть вопроса... Ну, я понял, что... Ну, я понял, что... Я понял, что единственная, сильная, побудительная причина была насолить, так сказать, этим друзьям оказавшимся, да, чтобы съездить, а потом ходить и говорить, да, я тут в Стамбуле был. А вообще-то кто такие, да? А я был фирмонтером. Вы, мол, ног не были, а я был фирмонтером. Жаль, нельзя билеты переписать, я бы поехал. В итоге, как бы, поездка не состоялась, но я думаю, что, конечно, уже обида прошла. Как бы, я вчера еще говорил, что с ними никогда не поеду, а на самом деле, конечно, это глупости. Надо было это просто высказать, чтобы... Ребята потерзать. Ну, будем ждать, пока у одного ноги исправятся, а у другого там... А у ноги совсем нет, это самое. Ну, есть шанс, что, на самом деле, наша компания окончательно распалась. Как бы я ездил на билеты поездки. Ну, есть такой, который шанс. Потому что, как бы, я сколько помню, сколько мы пытались собрать компанию, не удавалось найти кого-то, каких-то еще там дополнительных. Ну, ладно, один раз с нами один Антон ездил, Валя съездил. Валя ездил, дважды еще. Дважды ездил. Ну, Антон. Ну, вот, постоянно просим съездить в Валютку. И все, какие-то проблемы там... Урагоны, они всегда, блин, всегда получаются. Вы просто планируете, как-то непонятно, эти самые свои поездки. Ну, вот, например, вот сейчас вот если ты... В Крым поехали? Холодно. Чего в смысле ездить в Крым, если там не купаться? А ты пойми, насадили. Тем не менее, у всех... Мы хорошо съездили. Да, у всех. Ну, может, и хорошо, я не знаю. С твоим рассказом я бы не сказал. По Золотому кольцу, может быть, мы не очень удачно съездили. Хотя и сейчас уже, пройдя какое-то время, я понимаю, что все вот это вот, как бы, знаешь, вся вот эта тяжесть, да, вот она уже схлынула, да. Вот осталось только хорошие воспоминания. Так не должно быть тяжести. Ну, тяжести осталось. А если не должно быть? Ну, мы обсуждали этот вопрос, да. Почему-то оставалась тяжесть какая-то. Вопрос состоит в том, что нам надо либо нашу компанию еще как-то усиливать, увеличить, да. То есть, у нас вдруг появился Борисов, один раз к нами съездил в Суздаль, да? И тут же исчез. Ты нафига уже туда ездил. Ты представь себе, две машины, восемь, сколько? Четыре, семь человек на роду. Он был и вдруг исчез. Так что, Болотя, если ты присоединишься, на самом деле, да? Да, ты тоже исчезешь. Хорошая перспектива. Точно, Болотя, если не есть. Так вот почему, оказывается, вы расспались? Все же хотят. Валя отсеялся, между прочим, тоже. Я отсеялся, видимо, окончательно. Он там на меня обиженный, я так понимаю, за христианство. Потому что он понял, что христианство там. Да нет, на самом деле, что касается Валя, Булах, понимаешь? Как тебе сказать? Как-то так получается, что вы вроде с ним были там два или три года, не разлей вода, буквально там перетирали что-то, а потом, скажем так, ваши совместные обсуждения зашли в тупик, и все. И дружбы какой нет. Вообще, я, например, считаю, что дружба, условно говоря, это то, что остается, если все общие интересы просто убрать. Вот это дружба. Остается дружба как таковая? Ну, не знаю. Ну, может быть, и так, наверное. Ну, понятно. То есть, на то, что то экзистенциальное, что... Ну да, я тоже об этом вот так. Не, просто... Первый год не поймёт. Я на Вале же не обижаюсь. Просто суть вопроса состоит в том, что Валя самому будет... Где Валя найдёт такую компанию? Валя самому был бы... Я не обижаюсь, но где же он найдёт такую компанию? Это что? Это что? Нет, нет, это я просто как бы... Не знаю. Валя просто, по-моему, теряет много просто и всё. Ну ладно, не важно про Валя. Вопрос следующий состоит теперь, после обсуждения. Высказано мной в фи, да? Вопрос теперь состоит в том, что как мы что, куда планируем. В итоге вообще распадается наша компания. Распадается. Ему всё подвисает просто в неопределённости и всё. Как мы дальше? От суставов зависит. Чего? От состояния. Вот твои ноги, допустим. Ты можешь на камеру честно признаться? Что ты будешь делать дальше? Я не знаю, что я буду делать. Коллега, ты несчастный. У меня 10-го сделал рентген 10-го иду опять в хирургу. Вопрос состоит следующий. Впереди ещё лето и осень. И всё это ещё туристический сезон. И мы можем сейчас купить на осень билеты. Ничего не надо пока покупать, пока никто ничего не пролонирует. Ну вот я и предлагаю на камеру честно. Чего не действительно покупать, допустим, билетов тоже в Стамбул? Если мы едем здесь куда-то, мы как собирались с философской штурм, едем на могилу Канта, то зачем нам какие-то билеты? Опять ни горями поедем. Наверное, это не нужно согласиться. На паром, по-моему, да? Какой паром? Седем на машину и проедем Таллин, Тарту. А тогда даже виза не нужна? Нужна. А? Финскую визу закупим, съездим в Финляндию. Наверное, не финская виза нужна, а шенгенская. Блин. Как у нас все получают эту шенгенскую визу? Через финанский консуль. Не, давай тогда, знаете, как вот, чтобы как-то за границей познакомиться. Давайте в Финляндию съездим. Ну придётся, всё равно ты получишь шенгенскую визу. Надо было... Потому что в какое-то отношение я не поехал просто потому, что я не очень понимаю, как мы будем ориентироваться за границей. Хочется вот хотя бы один раз оказаться за границей и понять, что такое за границей. За границей? За границей? Просто садишься на машину и едешь. Да нет, нет. Знаешь, что я имею в виду? Можно ли мы там ориентироваться куда-то? Конечно, ген. Одно дело у нас, на самом деле, когда у любого прохожего дёрнуло и спросил, а другое дело там за границей. И языка не знаешь. Вопрос в том, насколько ты знаешь Израил. Да, это не в этом вопрос. А вот если ты, допустим, вот я много смогу сказать тебе на форуме там, мы вообще искать. Не нужно, не нужно. В Финляндию тоже ездишь на один-два дня в Финляндию быстро, хоп, и всё. Так, ну, Финляндию, Швеция. Ну, давайте запланируем тогда для распечатывания границ запланируем поездку в Финляндию. Ну, я просто плохо хожу. Ну, куда я поеду в Хельсинги сейчас? Ну, по крайней мере, это честно. А сейчас что планируешь? Ничьи ноги, блин! Ну, ничего. Что думаешь, мне самому это нравится, что ли? У меня вообще... Погулки мои многокилометровые, одна была из важнейших задач жизни. Теперь этого не могу. Гроза бегать не могу из-за артроза. Ничего не могу. Что думаешь, мне нравится это состояние? Ну, а ты в ортопед уходил, а ты что? Что сделал от вас? В ортопеду в пирогу уходил. Нет, а ортопеды здесь? Нет, я собираюсь здесь с хирургом. Ортопед только после травмы принимает. Надо вести на артроза беде я прощался. Нет, сейчас. Ну ладно, уже записали. В 91 есть такое? Ну, он отмажен. Хирург. 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 Хирург, не ортопед, да? Да. Полчаса, маловато, маловато. Но дело в том, что он просто... Моё фи! Сейчас это как его... Да, ну, на твоём фи у нас есть своё. Хирург. Хирург. Своём фи. Слышь? А я был в Ферапонтово. Почему Ферапонтово? Я был в Ферапонтово. Вы были? Вы были в Ферапонтово? А вы были? А вы, товарищ? А ты в Волге был? Проездом, когда вы видите Волге, где? На вокзале был, блин. Я в окно смотрел, всё видел. Я в Волге дважды был в этот раз. Я в Волге, кстати, был раз пять, только проездом всё. Я в Волганске. Проездом я, знаешь? Где такое не было? Не машине. Обеялись, кто это был. Я в Северном Кавказе был. Я там кучу коронов посетил один. Слышишь, ты, Игорь, вот суставы это... Я говорю, вот болят там забедренные суставы. Это терапевты. Теперь, значит, оказалось, у них это... Стали суставами заниматься вот сейчас. Ну вот... Кстати, а Володька... А ты тут занимается, действительно, это... Стали терапевты. Давайте не отклоняться от темы. Володька, расскажи про то, как там сгорело у тебя там всё. Почему? Почему сгорело? Я могу, Володька, сказать. Потому что ты проклят. И знаешь, кто тебя проклянул? Потому что игрекер нашей компании, он пытался тебя обвинять. Подожди, а что у тебя сгорело это всё? Павшет сгорело. Павшет сгорело. Павшет? Павшет сгорело. Нет, всё, всё. Переночевали, да? Уже и ночь. Павшет сгорело. Да, переночевали там. Павшет сгорело. Павшет сгорело. Павшет сгорел. Всё сгорело. И вот делать отсюда вывод, что... Что случается в мире, и что всё, мы поездку не поехали, и Борисов пропал. Да у меня ужас. Павшет сгорело. У меня... У тебя здоровье... Борисов пропал. Это значит, суставы менять надо, тазобедренные, типа того, что одну машину угнали, вторая попала. Вот, кстати, да. Какая машина угнала? Ну, в восьмёрку. Угнали её? Да. Точно угнали машину. Твои джигули? А ты подала объявление? Нет. Естественно, что её не угнать, она бесхозная. Я не могу сказать, что она не угнана, она стоит на стоянке. Её может утилизировать... И самое страшное другое. Самое страшное, что тебе ещё дик такой придёт, что... Это способ машину забрать. Ты об этом не знаешь, ни черта. Там какие-то копятся. А потом ты откажешься от машины, и получится, что машину как бы не украли вроде, но вроде ты от неё отказался. В смысле кто? В смысле с собой? Ну, а стоит эта бесхозная машина. Ну, блин, мне надо пока... Давайте так бы не отклоняться от темы. И что? Фишка состоит в следующей. Что видимо, видимо, какой ты эгрегор, а я так понимаю, эгрегор, которым пальцем грозил эгрего во сне. Он нам на что-то указывает, что мы не правы. Что мы съездили по Золотому кольцу, должны быть восхититься. А мы тут устроили семинар. Он восхитился. Он восхитился, понятно. Нет, Стас, ты не думай. Что мы, может, богохульствуем тут? Да, Стас, если ты восхитился, то тебе просчёт, что ли? Ты не просчёт. Ты прежде всего пальцем во всем. Но главное, почему это с Нового Года началось всё-таки? Так вот я и говорю. Именно после Нового Года. А, а не наступательник в конец времён? А? Когда там... Потом у меня... Эта штука, значит. Сначала я Диану Вишнёву имею. Потом на пустой ночице я стопляю Ульяну Лопаткину. Через неделю я сажусь в метро, захожу в вагон. Там все, наверное, по поводу. И вообще это удивительно было, на самом деле. Это не каждую неделю ты... Ну, в течении буквально там... Это были две знаки, а ты не прочитал. День десяти было это так. Это были знаки. Я и говорю, то есть какие-то события происходят? Понятно. Это в пятнадцатом веке. Нет, просто на самом деле есть ещё версия такая, что наступает конец времён. Как-то там, в декабре, 22 декабря. А, ясно. Просто мы не успели в Стамбул съездить. Я ещё говорю, настрать, что конец времён наступает. Мы-то уже всё промазали. Стамбул-то уже больше никогда не увидим. И спепелят, сейчас война начнётся там где-нибудь, и всё. Ты вообще нигде не был. Я был в Иеропонтов, блин. Ну, в Иеропонтов. Единственное, сколько я так буду. Ты больше нигде не был. Ну да, в Вологде, где я был проезд за три раза. Это мало, да, согласен. А самое интересное, знаешь, я где не был? Почему он просто на меня не упрягает, я тебя не знаю? Так называется город где-то Андрей, с которого произошёл. У Багалюбов? Нет, маленький, куда вы заезжали там. Где дорога была разбитая. Ааа. У Стюжина? У Стюжина. Вот оно ещё вам прикодится. Нет, там есть ещё такая уникальная достопримечательность. Я никогда в жизни не видел деревянного моста с такими соотношениями шириной длины. А что там такого? Ну, такой узенький, такой длиннющий-длиннющий. А планету, да, подним? Есть, конечно. Нет, кто знает, может, увисеть. Ну, мы да, на нём были. Что-то вообще, ну, такое-то... Ну, как бы, вот, на самом деле, я от обсуждений получил некоторого рода катарсис, потому что надо было обсудить, потому что иначе... Ну что, обиду держали, да? Мы уже в кармане руки держали. Я вам свой эфи высказал, да? Публичный, публичный. Только даже не только, сколько от у нас неприятен. Получил как-то я встречный эфи, я как-то... Да, это я согласен. Что-то я про неё про это забыл. Думал, что я совершенно прав оказался... Совершенно был чист. Думал, что я пионер оказался что-то особо не очень. Я тоже запачкал бы. Ну, не поехали эти в результате. В общем, он расстроился по этому. Так что, я предлагаю в итоге Игорю... Давайте всё-таки будем вылечить, помоги, так сказать... Ну, если этого... Я надеюсь, что это возможно. И восстановиться. Подожди, вот ты же договоришь, вот... Да я же не могу за него ноги выучить. Я по-другому говорю. Вот... О чём, допустим, вот условно говоря, вот Игорю болят ноги? А почему не поехать на природу, где вообще не надо ходить? Вот все от машины отошли... А что, если только тебе захотелось, то почему все должны сразу ломить? Я... Ну, а чём разговор-то идёт? Ну, Стас, тебе захотелось и что? Ну, надо же как-то общее мнение слушать. Я говорю, поехать на природу. Сам возьми на съезде, тут три шага отойди, вот... Как чём отличается Стамбул поездка на природу? Вот я так понимаю... А чём отличается тогда Стамбул от сиденья дома? Стамбул, исторические места... Нет, я понимаю, что поездка на природу это... Воздух, природа, отдых и так далее. По качеству, по большому счёту, ничем не отличается. Да, не хочется, чтобы у меня наутбук сгорел как бы... Ну, почему-то проблема не поехать в Стамбул это большая проблема. Поехать не поехать в лес... Если по Микке ты это справил... Это проблемы нет. По твоему планшему, по Микке ставил? Вы говорят, да нет, да не возможно поехать. Почему по Микке не поехать? Да, он может поехать бы. Это уже труп, он, смотри, живой труп. Что, что вам мешает? Если он ходит компании поехать? И удобство, и приятно пообщаться. Почему говорят... Машины нет у него, квартиры нет, ног нет. Ничего нет. У него даже бытия нет. Есть только ничто у него. Ничто уничтожит у него. Вот всё, что он поедет. Ну всё, что? Проблемы не поездки. Нет, разница есть у меня, Володя. Жалко. Мы вообще прошлое лето провели бездарно по большому. Если бы я еще в Арханск не съездил с дома. Была сейчас тяжелая поездка какая-то непонятная в Золотое кольцо. А что там тяжелого и непонятного? Если честно, про Соловки я вспомнил какая-то тема была. Просто после поездки по Золотому кольцу... Да ты бы так и сказал, что я не еду. Ты же этого не сказал. Ну я виноват, согласен. Ты же этого не сказал. Ты вкладывал на 3-4 дня просто это дело всякие разы. Нет, ну я согласен, я не прав, но в каком-то смысле тяжесть была. А вот сейчас я как бы готов ехать, но тут... Нахожусь в обществе просто трусить, словно. Одни трусить со мной общаться, другой трусить, так сказать, в принципе ехать. Ну, ног у него типа нет. Ноги не ходят. Не ходят ноги взять? Ну, плохо. Нет, Влад, ну так конечно можно говорить, не ходят. Так а что, у него год назад ноги не ходили, за год можно вылечить? Ну, у меня вот такое было растяжение связки, которая там была справа, когда еще баскетбол тоже поиграли. Претензии не в том, что мы снимали. За год, за год. Кольцо хамал, ну потому что не мог много он порастать. Так прошло же где-то в конце июня-то. Знаете, на что рассчитывал? Что в последние секунды все кончится. Восьмого мая вдруг раз встал, смотрит, а ноги уже не болят. Нет, ну как, если там артроз это что? Ну что артроз? Ну у него год был, ну у людей что? Нет, ну как? Никак не вылечить. Да? Ну такого не бывает. Нет, не про артроз еще нет. У него плоскостопие сейчас пока, до сих пор, у него пока находится в состоянии неопределенности, но пока врач сказал, что это плоскостопие. Ну извините меня, за плоскостопие не ехать. Ну поехали. Сделал водный тест. У меня нет плоскостопия. Нормально все. Ну что значит плоскостопие? Ну и что? Что плоскостопие? Да, Александр, вы просто посмотрите. Я же не говорю о том, что это форс-мажор в форс-мажор, но только это форс-мажор контролируемо. Можно было за год все это вылечить. Игорь, еще когда посмотрите. Ну как, ну Булат, у тебя спина болит, да? Да вы не понимаете, а зачем за полгода покупать билеты? Ну в этом же логика. Ну человек покупает билеты, люди на это ориентируются, а потом и снять он у него за полгода. Чего на мне весь мир клинок сожел? Не сошелся, согласен, мы тебя устранили. Потом в итоге оказалось мне совместимой личности с Остасом. Ну вот, все. Полет там ну и состоялся. В итоге остался, я совместил самим с Остасом. Вон ты не поехал с нами в Пушкинский город. Мы плюнули на все и поехали. Правильно, и он запросился с тобой поехать. Ну очень, кстати, неудачно съездил. Потому что я урод, а ты нормально. Чего за тобой? Просто живем в РФ. Вон, видишь, надо исправлять. Я пойду завтра и повезу. Возьми на заместку, может быть, что-то сделать, чтобы над собой работать. У нас старая зарплата повысилась. А вообще, как видите, сколько? Ну просто, я имею ввиду, что у нас компания была, что-то типа философского штурма, где мы, ну так, может быть, смешно звучит, но мы какие-то вопросы там и исторические, да, там, обсуждали по поездкам. То есть, какие-то клиенты, впечатления они видели. То есть, выводы о том, что компания... Нет, в чем вопрос состоит? Важно же не только просто съездить, а важно еще поделиться. Да, вот как бы вот действительная коммуникация, да, как бы вот... Мы посъездили в Искрике Армян, а вы поделились опытом наших совместных переживаний, там, ну, как у нас как-то совпало, там, еще какие-то были моменты. Всегда интересно быть вместе. Я вот хотел с собой взять камеру, да, предполагал, что я буду снимать друзей, и друзья будут снимать меня. А как я буду один ходить, себя снимать? Что, как это будет? Ну ладно, все, хватит, надоедем дальше. Чему же можно чай там заварить, по-моему? Бывает, что... В общем, претендию свою русскую. Бывает, что не получается, да. Я тебе в ответ целый волок. Погоди, если вы здесь. Че ты, сиди и отекай тебе.